Буквально за последние дни произошло много чего интересного. Андрей Шюрли улетел из Спартака и не обещал вернуться. Урал и Ахмат по-прежнему настаивают на том, что чемпионат РПЛ нужно прекратить. А Гора один маленький, маленький сейчас немецкий, он совершил совершенно беспрецедентный шаг по сбору средств ради своего спасения. Вандерсон из Краснодара выпил и показал все это на все странные континенты. Вот так вот разбивается красивая картинка Сергея Галецкого, который считал свой клуб идеальным. Очередной выпуск «Коронабизнеса». С удовольствием сегодня звонил своему другу Максиму Белицкому, руководителю международной школы спортивного менеджмента и бизнес-консультанту в мире спорта. Большим-большим опытом работал в Москве и в Гамбурге. Максим, привет! У меня классные-классные новости для тебя. Клуб «Ухань» вышел из карантина, вернулся в Китай. Греет ли твою эту душу? Потому что они просидели, сколько, 104 дня они просидели в изоляции. Их тренер-испанец Хосе Гонсалес устал уже защищать команду за это время. Говорит, что у меня ребята спортсмены, они разносчики заразы. И вот, в общем-то, спортсмены, они разносчики заразы вернулись в Китай, и считают, что, видимо, они через какое-то время планируют начать выступать. Знаковое ли это событие для мира, или ты считаешь, что это пока еще так себе? Ну, это только, наверное, может быть интересно, потому что город, с которого начался коронавирус. Да, остальное... Как бы китайская лига, она не самая сильная в мире далеко, несмотря на то, что даже там играют звезды мирового футбола, даже настоящие, не прошлого. Так что, ну, это как бы хорошая весточка. Чемпионат Китая, может быть, появится на Матч ТВ? Нет, ну, это действительно вот тот самый верстовой столб, да, на пути к выздоровлению, в общем-то, в спортивной индустрии, да и вообще нормальной жизни на планете. Или мы еще очень далеко от этого? Потому что он, Шурли, уже улетел из твоего любимого Спартака и вроде как даже не обещал вернуться. А что, ему обещать нечего вернуться, его уже отцепили, его выкупать не будут. Мало того, что непонятно, что будет с чемпионатом России до сих пор, потому что, видишь, говорят, что мы даже еще не вышли на стабильность количества зараженных в России, поэтому он не долечился, клуб не тренируется, перспективы его однозначно не то чтобы туманные, но весьма определенно негативные в России, и вряд ли он найдет себе большой клуб в Германии. Я думаю, хорошим бы для него вариантом был бы какой-нибудь Фрайбург или Майнс, там, где он зажигал, в общем-то, в Майнсе, да, но Майнс тоже сейчас не скажем, что он в лидерах, и что будет у нас в следующий год, пока непонятно. Ну, мы поговорим еще о Германии с точки зрения того, что там очень многие клубы сейчас вообще подвисли, там, в принципе, с точки зрения вообще своего будущего существования, так что Фрайбург, может быть, и там еще не ждут. А по поводу вот этого, вместе с Шурли уехали еще Тедеско и тренерский штаб, как ты думаешь, они вообще вернутся или вступят в какие-то дополнительные соглашения в силу, если все это затянется, и Спартаку снова придется менять тренера? Ну, я думаю, что Тедеско останется, вряд ли Федун захочет платить ему неустойку, насколько я помню, контракт у него не заканчивается в конце сезона. Он, я думаю, далеко не самый дорогой для Федуна вообще в клубе, да, сам он себе позволить Джет не смог. Пришлось вылетать за счет игрока. Так что, скорее да, чем нет, на мой взгляд. Но он не за счет просто игрока улетел, а все-таки речь идет о авторе золотой передачи в финале чемпионата мира. Я понимаю, что за последний год Шурли сделал все для того, чтобы об этом забыли, но, тем не менее, это из истории выбросить будет довольно сложно. Вот насчет того, что мы уже обсудили, что чемпионат России неизвестно, когда будет доигран. Там РПЛ упорно хочет доиграть нынешний сезон. Ну, правильно, большие потери, если этого не случится, если не привести все в соответствии с календарем УИФА хотя бы приблизительно. Но есть два клуба забавных, Урал и Ахмат, которые говорят, что они готовы хоть сейчас его прерывать. Но если с Ахматом все понятно, там свои какие-то там дела, то почему, на что рассчитывает Урал, если сейчас остановят первенство? Они планируют как бы добровольное снятие потом, впоследствии со всех соревнований или что? Ну, дело в том, что ведь есть мнение УИФА по этому поводу. То, что ни в коем случае не дает завершать чемпионаты без продолжения игр. И, может быть, УИФА с другой стороны не очень конкретно свою позицию излагает, и такого какого-то пиара нет. То есть сообщения появляются, но фона нет. Поэтому такие клубы говорят, там тоже вбрасывают, что мы готовы закончить турнир, и что дальше будет. Потому что если большинство чемпионатов не завершится, там уже Лига чемпионов должна начинаться. Может быть, это будет какой-то рейтинг, который разработает УИФА именно по делегированию клубов в Еврокубке. Но, в общем-то, говорят про рейтинги, да? Вот раньше просто в мирное время хотели это ввести, особенно богатые клубы. А сейчас, получается, это вполне легитимно будет делать главный футбольный орган континента. Но здесь нет никакой тенденции, к сожалению. Это же все реакционная история, потому что нужно шевелиться из-за того, что сейчас, да, в мире глобальный кризис, которого не было, наверное, со времен Второй мировой войны. Все остановлено, ничего не работает. Поэтому тут нужно придумать объективную схему. Но все-таки есть надежда на то, что чемпионаты как-то будут доиграны. Особенно на фоне того, что клубы все-таки, да, футбольные, они обладают медицинскими возможностями по предупреждению каких-то случаев заражений. И тем более в Европе, где все немножечко идет на шаг впереди. Европа коснулся вирус гораздо раньше России. И там, кроме, может быть, Италии и Испании, все остальное как-то более-менее локализуется. Тебе ничего не напоминает? С чего началась история о переделе вообще, в принципе, самого понятия футбольных трансферов? Правильно, с Бельгией. Что сейчас Бельгия сделала? Правильно, пошла своей дорогой. И сказала, что мы выходим, мы закрываем европейский свой чемпионат первыми. И создали прецедент, но за которым пока, правда, никто не рискнул последовать. Потому что УИФА сразу сказала «вы». И вроде как все притихли, только Григорий Иганов на Урале машет саблей. Почему, как ты думаешь, до сих пор никто примеру бельгийцев не последовал? Там стоимость футбола, она не такая высокая, как везде. И многие просто смотрят действительно на то, что будут делать лидеры. У бельгийцев своя реальность, своя экономика. У немцев, как ты видишь, она совершенно другая. У англичан она третья. И поэтому, опять же, есть надежда, она умирает последней, на то, что лиги все-таки доиграют. Я хотел бы, чтобы Ливерпуль выиграл. По факту и по юридике я хотел бы, чтобы в Германии гонка продолжалась. Она очень интересная. Пять команд претендует на золото в этом году, на тарелку. Вот поэтому Бавария, которая обвиняет в разных заговорах, поэтому она и дернулась только кран в этом году. Слушай, Баварию всегда обвиняют во всяких заговорах, но как бы мы с тобой не относились к ФЦБ, они все-таки лидеры, и они заявлены преимуществом лидеры Германии на протяжении последних 10 лет. Ну хорошо, ты говоришь, везде разная экономика. Но вот рядом с Бельгией есть такая страна, как Голландия, где слово экономика, она вообще двигала в последнее время все развитие футбола в Нидерландах. Но вот уж кто первый мог пойти в среду за Бельгией и сказать, да ну, нас никого вообще уже не осталось, там, ладно, там Аякс еще там кое-как перебьется, а РКЦ Валвейк, он уже все, на ладоннышек. Могли же ведь пойти, ну честно. Экономика все-таки в Голландии намного стабильнее футбольная и стоимость футбола там выше. Поэтому все-таки есть различия. У Бельгии, кстати говоря, когда-то, может быть сейчас тоже, вторая лига совсем была слабой и очень мало клубов желали участвовать в ней. В Голландии все-таки в этом отношении все гораздо стабильнее и серьезнее. привыкли, привыкли они делать свои деньги из игроков, но там еще и сильные телеправа. Там Фокс, Дисней, они в свое время накачали деньгами лигу и сейчас очень хороший контракт телевизионный у них. Свой собственный продакшн, насколько я знаю, все гораздо более продвинутый, чем Бельгии. Какие клубы ты общаешься в Германии с разными людьми, я думаю, с теми, с кем ты раньше там работал по своим проектам. Скажи, пожалуйста, какие клубы именно сейчас подвисли? Потому что последнюю неделю то и были сообщения о том, что чуть ли не две трети лиги просто Бундеслиги подвисли, не говоря уже о том, кто играет во втором. Ну, 13 клубов, как ты читал сам, им угрожает в мае начало процедуры банкротства. И, насколько я знаю, они в ближайшее время собираются предварительно обсуждать и потом уже в конце апреля, по-моему, 30-го у них будет принято решение, когда они что, продолжают и где. Что касается персоналей, то я пока не раздобыл эту информацию, но я предполагаю, что это однозначно нижняя половина таблицы второй лиги, особенно те, кто не так давно вышел в нее. Клубы из Восточной Германии те же. в самой Бундеслиге, как мы с тобой уже говорили, это Шальке должен быть, Гамбург однозначно с огромным количеством долгов бесконечных, попыток у них сейчас сократить платежную ведомость и делать ставку на более молодой контингент очень много, но что творилось последние там 5-7 лет, это пока расхлебать в одночастие не удается, как бы ни стремились, сколько тренеров получает неустойки до сих пор, по нескольку тренеров каждый год, вот, поэтому в этом отношении из 13, о которых говорят, я думаю, что это большая часть второй лиги, но и, конечно, если мы говорим про Шальке, опять же, нехватка стабильного успеха, огромные вложения в состав, зарплаты, народная любовь, это очень распространенный, как ты знаешь, сценарий в Германии, когда клубы, у которых по 40-50 тысяч ходят, проваливаются во вторую и нижу, это Нюрнберг, это Кайзерслаутерн, это те же самые Штутгарт и Кёльн, которые туда-сюда летают, хотя у них все прекрасно, Гамбург, клубы, которые очень много авансов в свое время делали, очень много брали денег, платили непонятно кому, и менеджмент непонятно как все это крутил, вертел, к сожалению. Ну, не зря же говорят, что мир просто привык жить в кредиты, и поэтому он и катится ко всем чертям. гамбург, 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 гамбург ситуация очень серьезная, тем более, что Мартин Кинд это ритейл, сейчас все закрыто, и плюс у него не очень хорошее отношение с болельщиками, спасать до бесконечности клуб невозможно, ну и зарплаты, опять же, все перегрето, все очень сильно перегрето, в той же Германии, мне очень удивительно, когда делают ставку на иностранцев, да, в то время, как своя земля полна ростков роскошных, и новых Ройсов полно, просто им нужно давать шанс, я не понимаю тот путь, по которому идут такие клубы, как Дортмунд или Франкфурт, посмотри, Франкфурт весь латинский, практически, Дортмунд тоже завоз огромен, арендованные игроки из Реала, может быть, они больше научены и не хотят возиться с молодыми, но я все-таки в это не верю. Совершенно четко понятно, по какому пути они пошли, они стали играть в английскую премьер-лигу, которой в Германии крупный руководитель уже давно грезит, но если в Мюнхенской Баварии грезит осторожно, то в Дортмунде взяли штыки на перевес и помчались атаковать высоты, на которые, на самом деле, собственно говоря, не нужно было идти, потому что они занимали свои позиции ничуть не хуже, чем АПЛ. Ну, в общем-то, все, что было по Руси... Да, в свое время сравнивали, сколько денег получает вылетающий клуб Мундеслиги и сколько денег получает вылетающий из АПЛ. И там была пропасть. Если Бавария получала несколько сот миллионов как чемпион, 250-300, то, ну, у них была большая денежная масса, то те, кто вылетал, они получали намного меньше, чем те же аутсайдеры премьер-лиги. Для того, чтобы играть в премьер-лигу, клубы в Германии должны обладать гораздо большими возможностями. Но это никому не нужно. Нужно, опять же, возвращаться к истокам. Немецкий футбол это последний, который держится в Европе все еще на своих резервах. Ну, вот тебе, пожалуйста, кризис им в помощь. Сейчас зарплаты начнут падать, да, сейчас, когда разберутся с этой трансферной системой в этом году, кто там, когда будет обозначено начало и конец финансового сезона, трансферные стоимости упадут на 20-30%. Вот вам, пожалуйста, возвращение к истокам. Разве неплохо? В той же Германии, как и во Франции, достаточно механизмов и рычагов административных для того, чтобы вводить полную финансовую прозрачность и контроль за отратами. Не формальный контроль, не через фейковые спонсорские контракты, но это я уже говорю про доходы, а жесткий контроль зарплатных ведомостей. К этому нужно приходить и хотя бы как-то выравнивать положение вещей, потому что сколько клубов из второй лиги выходило последние 10 лет, мне кажется, что мы тоже с тобой эти имена упоминали, это Падерборн, это Фюрт, это Брауншвайк, это Дармштадт, но они проваливаются тут же. Они не могут, вторая, с первой никак не могут, то есть ротация, закрывать Лигу, это тоже не очень правильно, потому что спортивный принцип, он существует, и он никуда не делся, пока Лига Чемпионов главенствующий турнир. Слушай, а скажи, пожалуйста, почему вот когда где-то три недели назад схлопнулась первая Словацкая Желина, такой достаточно непоследний клуб в иерархии средних и маленьких, они сразу сказали, что все, мы не договорились с игроками о снижении зарплат, поэтому мы вынуждены подавать на банкротство. Ну и казалось, что после этого сейчас все это как карточный домик, раз, вот так и сложится. Но нет, смотри, пока они не особо-то поступают сообщения о свежезакрытых клубах, они как-то вроде как почти чуть ли не одни и остались, ну из тех, кто чуть-чуть на слуху. Или ты слышал о каких-то других примерах, если нет, то почему так? Я подозреваю, что какой-то запас у Жилина существовал, может быть, это были проданные игроки либо деньги от какой-нибудь Лиги Чемпионов, которые хранились на депозите. У них зависли, у них зависли трансферы, на которые они явно рассчитывали в этом году. Они собирались получить деньги за Боженика, которого продали Фейнор, но там рассрочка. И теперь Фейнор не факт, что будет платить, оказавшись. Тем более, ты сам отвечаешь на свой вопрос. Очевидно, с финансовым планированием было что-то не так, потому что остатки Словацкой да и Чешской Лиг, ну какие там зарплаты? Наверное, там по 5 тысяч евро они максимум в месяц получают. Все стремятся куда-то. Крепкий футбол в этих странах, но последние годы после Евро-16 по-моему и Чехии, и Словакии особенно ничем не выделяются. Было поколение, Штох, Мирослав и все остальные, да, но он даже уже ветераном был, но те же самые Вайс младший или Хамшик сейчас особенно, ну не так много, сейчас очень хорошие вратари играют в Бундеслиге, тот же Павленко, да, в Бремени и не только он. Ну почему никто не пошел пока зажили на них? Все свои намерения скрывают там какой-нибудь там Марий Солоник я не знаю там или еще какая-нибудь такая же история. Ну почему они-то молчат? Никто не говорит все, Тоним помогите. Молчат, потому что наверное ничего не происходит конкретного, чтобы об этом объявлять. Конечно, такие клубы как Арис это тоже скажем так клубы-легенды, у которых много поклонников и бросить клич, да, если что-то произойдет, так это мы об этом услышим. Тем более вы, у вас там наверняка есть люди, которые специально сидят и следят кроме тебя в издательском доме. Ты услышишь первым, потому что у тебя тренер Арисы Соловеньки твой знакомый бывший. Пока молчит. Молчит, играет на фортепиано, пишет книгу. Когда я спросил, ты пишешь книгу о тактике, он сказал, нет, я пишу художественную литературу. Вот такой у нас тренер Михаил Энинг. Михаил Энинг раньше тренер, один из ста тренеров Гамбурга за последние десять лет, друг Максима, который работал в Генгрии. Сейчас он напишет новую ломную сонату и книжку, которая разойдется на миллионном тиражом. Мы возвращаемся на нашу землю, в наш прекрасный Краснодарский край. Вот буквально сегодня появилась новость, что наконец-то не выдержали нервы у строго воспитанных в серьезных традициях Сергея Николаевича Галецкого футболиста. Не выдержали. Вандерсон дома устроил пьянку. Ну и ладно, устроил бы и устроил. Но зачем-то он это стал снимать в лайве. Я думаю, что для папы Сергея Николаевича, ну папа он сам, а не для папы Сергея Николаевича. Это будет ударом, потому что он действительно искренне верил всегда, что его клуб это идеальное, выстроенное с иголочки нечто, похожее на парк вокруг стадиона Колизея в Краснодаре, на сам стадион Колизей, на всю историю, на весь имидж. В Краснодаре стерильный имидж, который он пытался воспитывать. Как ты считаешь, не передержал ли вот в этом черном теле Галецкий весь свой клуб, что вот сейчас каждое вот такое действие будет болезненным? Я скажу так, что никакого идеального клуба нет, пиар у них не настолько силен, чтобы скрывать какие-то недостатки, а недостатков было очень много, были слухи, про Игнатьева, чем он там занимался, я не помню, а помнишь, когда Смолов разбил машину, ты знаешь, происходит вещь, здесь это не вина клуба или Сергея Николаевича, к нему можно относиться только с уважением за то, что он сделал, но когда футболисты в быту находятся, то есть ни сборов, ничего нет, как раз те самые вещи происходят, и я бы не стал корить и показывать в сторону Колизея или парка, скорее это просто граждане страны какой-то, находящиеся на отдыхе, потому что это может происходить с любым человеком, просто у этих людей чуть больше денег, чем у среднестатистических россиян, поэтому они заскучали и начинают чудить ровно как и многие другие, на самом деле наши спортсмены по информационным поводам они очень часто оказываются в героях, в основном не с очень разумной стороны, один говорит о том, что тот же Задоров Никита, хоккеист, он говорит очень много интересных вещей противоречащих, начинают умничать, начинают выходить в эфиры, говорить чушь, это вседозволенность, это попытка взвалить на себя ношу авторитета без какой-либо подоплеки, без каких-либо оснований, это мир, в котором мы живем, на самом деле я тут даже никого не осуждаю, а просто так есть, соцсети открыты, каждый человек в праве стать авторитетом для своих подписчиков, выходить в эфир и что-то рассказывать, не стесняясь в выражениях, не стесняясь в контенте, вот, я думаю, что если ты помнишь, а ты великолепно знаешь историю футбола, сколько было всяких интересных вещей в прошлом, и с Джорджем Бестом, и со Стрельцовым, и с тем же Васей Барановым, сыграли Зенита, которые ушли, Анюков, Аршавин, и кто там был, Денисов, при адвокате, по-моему, это было. Да, да, но я не просто так тебя спросил про Галецкого, потому что в свете того, что там есть предложение оттуда исходящее о том, чтобы провести вообще в Краснодаре там чуть ли не есть остаток сезона, то тут же как-то всплыла, во-первых, вот эта вот история, ну, я не склонен здесь видеть какой-то подтекст, и расшифровка интервью, которое было не под запись, кому-то давал, какие-то пошли, знаешь, наки на него накаты. Это вот такие вот кризисные явления, да, когда можно сейчас начинать вырошить тектонические плиты и порядок вещей. Или это просто совпадение, как ты считаешь? Ну, это и то, и другое. Безусловно, сейчас не о чем писать, и есть ряд так называемых инсайдеров, которые бывают, что не дружат ни с кем. Тот, кто дружит, выкладывает инсайды правильные. Например, один наш известный очень коллега, твой известный коллега с Матч ТВ, друг итальянцев, всех итальянцев в России, не только, он рассказывает только про них, и общественное мнение там про Спартак сдвигает в какую-то сторону. Другой инсайдер, который изгнан из всех изданий и решил делать свой ютуб-канал, он пишет как раз про другие клубы, есть более-менее независимые либо псевдо-независимые инсайдеры, каждый борется за свою аудиторию, чтобы потом что-то рекламировать, поэтому никто здесь не жертва, здесь действительно фактор определенной скуки, потому что как ни зайди на какой-нибудь сайт, либо на канал наш уважаемый, там показывают какие-то архивные игры, которые можно на ютубе посмотреть иногда, поэтому смотреть, если честно, сейчас правда нечего, я предлагаю всем, кто пытается в погоне за каким-то контентом искать какие-то углы, я предлагаю все-таки заняться саморазвитием. Хорошо, вот явно какие-то агенты нашли нишу для саморазвития, потому что за одну неделю Сердар Азмун оказался уже в Атлетику Мадрид, по слухам, вот сегодня он поехал в Севилью, тоже, естественно, в кавычках, что, какая Севилья, какую Атлетику Мадрид, вот что сейчас происходит, никто даже не понимает, когда сезон будет доигран, а люди уже разговаривают о том, что кто-то куда-то поедет, это какой смысл в этом блефе? Никакого смысла нет, информационное поле создается там, где сейчас ничего нет, кроме ежедневных сводок о том, сколько народу в мире заболело, выздоровело и умерло, и в России тоже, информационное поле пустое, и глупо сейчас предположить, что кто-то будет решать какие-то трансферные истории, тем более, что старый сезон еще не закончен, и возвращаясь к началу нашего разговора, никто же не знает, что будет с текущими контрактами, будут они разрываться, будут они расторгаться по обоюдному согласию, с неустойкой, может быть, они будут автоматически продлеваться, потому что по факту идет простой на несколько месяцев, продлеваться срок, вернее, может быть, и выплаты останутся теми же, как и при прошлом сроке, но просто игроки, я думаю, вероятнее всего, будут привязаны к решениям лиг, к решениям UEFA, поэтому сейчас можно говорить сколько угодно, о чем угодно. Но игрокам, например, невыгодно заключать дополнительные соглашения на три месяца, в зависимости от того, сколько пройдет от формального окончания сезона, потому что они рискуют получить травму и не подписать новые контракты. Клубам сейчас невыгодно заранее с ними договариваться о чем-то, потому что футболисты, некоторые уже стоят в плане, что они уходят из клубов, что с ними разрываются контракты. Тут нет середины золотой ни для кого. А это смешно, когда кто-то куда-то уходит, мне просто сейчас кажется, что трансфер это еще более нелепо, чем сейчас, знаете, купить себе билет через месяц на море. Ты знаешь, я предполагаю, что может быть принято решение о завершении этого сезона в полноценном режиме, потом короткого перерыва и какого-то сезона 2021 нового формата. Потому что, смотри, мы не доиграем ни до мая, ни до июня уже, соответственно, это все уходит в лето, дальше идет короткая пауза, и дальше идет какой-то турнир, может быть, там будет две группы, которые потом будут играть между собой первое, восьмое, девятое, шестнадцатое. Ну, условно, есть 16 клубов в лиге. Например? Чтобы он был максимально коротким, но чтобы он был справедливым, потому что присуждать сейчас титулы лидерам невозможно. Любой лидер может проиграть оставшиеся матчи и не стать чемпионом. Это невозможно. Ни в какой лиге, даже в английской, несмотря на то, что там уже все де-факто решено. Сейчас белорусская команда любая обыграет любую английскую, потому что они в форме, а английские сейчас пиво пьют сидят дома. А может, и таджикская обыграет. Выяснилось сегодня, что чемпионат Таджикистана тоже проводится. И Туркменистан возобновился. Так что все нормально. Вот эти сборные, вот эти команды будут точно совершенно в форме. Я так скажу, в лигах, и тем более в УФА, денег достаточно для того, чтобы заплатить умным людям за правильную концепцию, просчитанную. Я уверен, что уже сейчас во многих спортивных организациях идет подбор вариантов и сценариев. Давай мою любимую новость на этой неделе обсудим. Про Локляйпциг, про команду культовую, клуб культовый из Германии, который совершенно невероятную историю с краудфандингом устроил. Они на этой начале недели объявили, что они продали уже 125 тысяч билетов на матч, которого никогда не будет. В мае они сыграют матч, естественно, они не выйдут ни на какое поле, не будет соперника, не будет зрителей, но они по одному евро продают билеты виртуальные для того, чтобы побить рекорд мировой по посещаемости, поставленный в 37-м году на матч Шотландии-Англия, когда было 149 с чем-то тысяч зрителей. И они, наверное, его побьют. Скажи, пожалуйста, откуда у Лок-Лейпцига столько людей готовых заплатить по одному евро? Ведь это клуб, для тех, кто не знает, сейчас выступает в региональной лиге. Это четвертый по счету дивизион Германии, хотя в 80-е в конце они еще играли в игрокубку. По одному евро, я думаю, могут заплатить не только болельщики Лок-Лейпцига, а скорее всего там и сочувствующие подают. Особенно в Германии, то уж найти 125 тысяч человек за пределами этого города довольно-таки просто. Но, если серьезно, я уверен, что у самого клуба армия 125 тысяч это вообще не цифра. Все-таки Лекция достаточно крупный город и клуб очень легендарный, поэтому если 125 тысяч это члены семей, и мы можем разделить эти 125 тысяч на три, у тебя уже получится 40 тысяч семей, у которых может быть три человека, а то и больше. Больше, чем один ребенок, больше, чем папа и мама, может быть и бабушка и дедушка еще. Поэтому это не так много, если разобраться. А сколько им там платить пять или десять, это уже совершенно все равно. Другой вопрос, может ли считаться побитие рекорда легитимным, если матч виртуальный? Ну, сейчас это уже без разницы, сейчас все понимают, что реально не сыграть. А вот, кстати, по поводу сбора средств, вот буквально сегодня я наконец-то выбросил на свой сайт на спорте за днем статью большую про Слуцк белорусский, который тоже команда Фантом, конечно, они лидируют в чемпионате, при том, что там есть Динамо Брест, там есть Бате, там какой-никакой на данный момент Динамо Минск, но они сейчас первые после пяти туров, при том, что им уже должны по премиям, что у них вообще никакое будущее, судя по тому, что их сахарный завод отвалился с главного спонсора. И они, тем не менее, первые, и они из-за того, что их там название кажется всему миру смешным, да, среди тех, кто знает английский, они стали объектом интереса всего мира, и люди стали просто реально скидываться на то, чтобы они выжили. Но их генеральный директор говорит о том, что нам это, честно говоря, мало поможет, нам бы лучше, чтобы пришел большой спонсор. Это, конечно, все здорово, но вот это вот нам не помогает. Но вот как вот когда-нибудь эти два параллельных мира, Лок-Лейбцега и Эвкослуцк, они могут пересечься? И есть ли для Эвкослуцк какой-то выход, причем не в плане именно Эвкослуцк, а просто в такой ситуации, как они, может оказаться любая команда из российского футбола? А интересно, тренеров в аренду можно брать? Не с другого чемпионата? Ты понимаешь, о чем я говорю? Нет. Мишу Эонинга и Зариса хочешь сюда брать? Нет, надо Леонида Викторовича брать, и это будет вообще бомба тогда. Так а что бомба? Он уже дал установку через YouTube игрокам Слуцкой в шуточной форме, но, кстати, есть споры относительно морально-этической стороны вопроса, можно ли так делать. Установка, конечно, была шуточная, но она была такая в стиле позднего Слуцкого, который все поставил на карту ради карьеры КВНщика. Поэтому, в принципе, это уже, считай, состоялось. Можно еще Пакел Воронеж поддерживать. Ну, это не имеет никакого смысла, но в нашем современном обществе мало что имеет какой-либо смысл, как ты понимаешь. Поэтому гулять футболистом Краснодара, либо поддерживать клуб, потому что он звучит на каком-то языке, хоть и доминирующем в мире, не очень, скажем так, вежливо, не очень культурно, тоже не имеет никакого смысла. Но, тем не менее, есть какая-то зацепка, есть какой-то хайп, и на этом хайпе растет заинтересованность людей платить по тому же одному евро. Все это объединяет то, что не слишком богатые клубы, хотя из абсолютно разных стран по мощи футбола, выходят на информационный фон, на фоне того, что ничего другого нет. И это хороший случай, это гудлак. Класс, вот гудлак это прекрасные слова для завершения разговора, ты, Максим, давай сделаем так, мы сейчас закончим, ты посмотришь в зеркало на ромбик, который у тебя на груди, поищешь смысл жизни для нашего следующего выпуска, который мы с тобой ромбик немножко не тот, о котором могут многие подумать, а он тут и не фигурировал, вот сейчас я его показываю, это гамбургский ромбик. Да, вот, а я тогда пойду поговорю с Хозликом, который у меня вот здесь тоже. Хорошо. Мы все это с тобой обсудим, все это с тобой обсудим через неделю и, глядишь, будем уже смотреть на вещи позитивнее, ну дай бог, чтобы футболисты китайского Уханя уже начали играть. Спасибо. Давай. Дай бог. Смотрите коронабизнес через неделю, за это время успевайте ставить лайки, подписываться на наш канал и задавать вопросы в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok